Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного пособного хозяйства. И сегодня я хочу рассказать о сортах черной и красной смородины, которые растут у меня на участке, а также немножко похвастаться урожаем. Первый сорт, о котором я расскажу, это сорт Добрыня. Сорт выведен селекционером Астаховым. Этот сорт очень крупноплодный. Ягода данного сорта размером больше вишни. Ягода по вкусу кисло-сладкая, с хорошим смородиновым ароматом. Урожайность у данного куста средняя 2,5 кг с куста. Однако, такая невысокая урожайность компенсируется крупностью ягод. Ягода очень крупная, прямо выставочная. Такие ягоды можно употреблять как в свежем виде, так и замораживать. Этот сорт габаритных размеров. Куст невысокий, до полутора метра высотой. Побеги у него клонятся под нагрузкой, потому что не выдерживают веса таких крупных ягод. Поэтому эти кустики обязательно выращивать с подвязкой, либо ставить опоры. Кроме того, данный сорт очень морозостоек. Выдерживает морозы больше 25 градусов. Сорт Добрыня имеет не только крупную ягоду, но и хорошую, отличную, я бы даже сказал, устойчивость к мучнистой росе и почковому клещу, которые нередко поражают нашу смородину и урожай мы не получаем. С этим сортом вы гарантированно будете с урожаем. Из недостатков у данного сорта лишь невысокая урожайность. Однако, она полностью компенсируется вот такой вот величиной ягод. Ягода очень-очень крупная и вкусная. Обязательно рекомендую посадить этот сорт у себя на участке. Особенно рекомендую такой сорт для владельцев небольших участков. Ведь такие кустики сорта Добрыня не занимают много места на участке. Их с легкостью можно посадить даже при недостатке места. Найти несколько квадратных метров, чтобы смородина росла и плодоносила. Радовало вас урожаем. Второй сорт черной смородины, который растет у меня на участке, это сорт Ядреная. Недаром этому сорту дали такое название. Ягоды данного сорта до 10 грамм весом. Это один из самых крупноплодных сортов смородины. Выведен данный сорт в НИИ Садоводство в Сибири. Поэтому он имеет не только хорошую урожайность, не только крупные ягоды, но еще отличную морозостойкость. Может расти даже в самых неблагоприятных условиях и выдерживать большие морозы. Кусты данного сорта полтора метра высотой могут быть немножко выше при благоприятных условиях произрастания, при хорошем уходе. Ягода данного сорта не только крупная, но и ароматная, с черной и глянцевой кожицей. Из минусов у данного сорта, пожалуй, лишь невысокая транспортабельность. Ягода все же не выдерживает длительные транспортировки. Но если выращивать этот сорт в приусадебных хозяйствах, не для продажи, то он вполне годится. Ведь не нужно хранить ягоду долго, ее обычно сразу употребляют в пищу или перерабатывают. Поэтому также рекомендую данный сорт к посадке у себя на участке. Третий сорт – это сорт красной смородины Йонкер Вантец. Этот сорт выведен очень давно в Нидерландах, однако он прижился в нашем климате и дает хорошие урожаи. Данный сорт очень высокорослый, может вырастать вплоть до двух метров высотой при хорошем уходе. Урожайность у этого куста также очень высокая – до 10 кг ягод с одного куста. Ягода достаточно крупная, примерно около грамма весом. Этот сорт имеет очень высокую устойчивость к различным заболеваниям, особенно к такому опасному заболеванию, как антракноз. Транспортабельность ягоды очень высокая. Ягода может храниться длительный период в холодильниках, примерно до двух недель, не теряя вкусовых качеств и внешнего вида. Из данной ягоды можно готовить различные соки и джемы. Ягода по вкусу больше кислая, чем сладкая. В ней очень много различных витаминов, в частности витамина С. А еще данный сорт устойчив к пачковому клещу. Он редко поражает данный сорт, благодаря чему нужно использовать меньше различных химикатов, а значит и урожай будет более экологичным. Все перечисленные сорта продаются в нашем интернет-магазине. Вы можете их приобрести и посадить у себя на участке, чтобы они радовали вас урожаем. Ссылочка на наш интернет-магазин под роликом в описании. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok